Я очень рада всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Оля. Мне 50 лет. Живу я на севере Санкт-Петербургской области, в маленьком городе Валчамске. Стройнее веса 115 кг. И мой результат уже больше 20 кг. Чтобы не повторяться, подробности обо мне для новых зрителей внизу в описании. Скажу только, что на моем канале вы найдете много интересного. Все ролики разбиты для удобства на плейлисты. Там есть у меня и рецепты с подсчетом КБЖУ. Многие из которых я придумываю сама и обсчитываю их. Они очень интересные и вкусные. Еще есть рецепты заготовок, потому что у меня сатогород. И вязание, потому что я вяжу ирландским кружевом. Это очень интересное вязание. Возможно, вы еще его не видели. А еще я пою. В общем, кому понравятся мои ролики, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне будет очень-очень приятно. Так, мои дорогие, сегодня у нас минус 20, поэтому болталочки на морозе не будет. Я бегу в магазин, но дальней дорогой через парк. И вот давно уже хотела вам показать, какие у нас красивые строятся дома. Ой, холодно. Вот этот дом совсем недавно сдали в эксплуатацию. Заезжают люди. Вон там строят еще дом. Вон там работают два крана. А вот с этой стороны у нас вот такие дома. Слияние города с деревней. Вот. Так, сказала нет. Сегодня вторник, 11 января. Сегодня, ну, у меня там наснято нормально. Сегодня у меня будет рацион с пояснениями. А завтра выйдет отдельный ролик, где я буду готовить вкусняшечку. Я выпускаю ролики с рецептами иногда отдельно. И потом они идут в плейлист рецепты с подсчетом КБЖУ. Буду готовить вкусняшечку. И вон там еще два новых домика, которые недавно сдали в прошлом и в позапрошлом году. Так что немножко город строится. Так, мои дорогие, рацион мой сегодня начинается с ужина. Да, как бы это вторая половинка дня. Вечер, 10 января. Вот знаю, что неправильный. Знаю. Солнышки мои, не ругайтесь, Христо ради. Ну, вот как-то так получилось. Это мои помидорки, пальчики оближешь, которые я сама делаю. Они ужасно вкусные. Вчера муж открыл баночку там на ужин. И вот так мне их захотелось ужасно. Они с лучком и там капелька растительного масла. И вот так в рассольчике. Не пугайтесь, это вес вместе с тарелкой. Их здесь 300 грамм. Вот, ну и чтобы как бы не проголодаться, там уж совсем вот кусочек часовского хлебушка на 33 грамма. Вот. А еще я ела яблочко. Делала вот сейчас запеканку. Сейчас вам покажу запеканочку. И погрызла яблочко. И в общем, знаю, что должен быть белок. Ну, немножко белка, конечно, в хлебе есть. Ну, вот так сегодня у меня получилось. И за день вот у меня получается 1200 килокалорий. Это у меня накапано клубничкой. Не обращайте внимания. Вот, мои дорогие, вот так. Неправильно, но вкусно. Так, мои вы дорогие, я ведь нашла себе белок. Я залезла в закрома, ну, то бишь, в холодильник. И нашла, о, говядина. В красно-белом покупала, совсем забыла. Ну, у него хорошие срок годности. 120 килокалорий всего лишь на 100 грамм. И вот у меня здесь вот, смотрите, 26 грамм на 120. Умножаем. Всего лишь 31 килокалория. 1200 у меня было написано с запасом. Вот тут вот. Так что и даже нормально получается. Вот. Так что вот добавляю я белочек. Кто ищет, он всегда найдет. Так, и кусочек сыра, и чашечка кофе. Итого 1300. Вот такая я непредсказуемая. Итак, я, как и обещала, стряпаю запеканочку себе на утро. Сейчас вечер. Это буду кушать на завтрак. Завтра. Значит, 5% творог, ну, должно было быть 500 грамм. Ну, в пачках, как всегда, не хватает. В общем, пишу по факту. Яблочек. Два больших, крупных яблока было на 300 грамм. Не, было больше, там еще съела маленько. В общем, порезала их кубиками. Почистила и порезала. Так, два яйца. Рисовой муки 50 грамм. Йогурта 150 грамм. Сахарозаменитель вместо сахара. Немножко соли. Так, посыплю кунжутом. Корица. Да, яблочки, когда я порезала, я сначала присыпала их корицей. Вот обожаю просто. Корица и яблоки, это классика жанра. Два грамма растительного масла. Это кисточка. Я смазала формочку. Все взвешивала, потому что буду считать КБЖО. Ну, все. Так, сначала положила творог. Добавила яйца. Подсластитель. Соли немножко. Это перемешала. Йогурт добавила. А, на йогурт еще разрыхлителя. Кстати, да, я его тоже записала. Насыпала немножко разрыхлителя. Потом муки. Все хорошо-хорошо перемешала. Уже потом добавила яблочки. Еще раз хорошо перемешала. Все сейчас в разогретую духовку поставлю. Ну, наверное, на полчасика. Надо смотреть. А, сейчас сверху еще вот кунжутом присыплю. Очень люблю. И покажу уже вам готовый результат. Так, мои дорогие. И вот какая красота у меня получилась. Вот. Это я уже вот отрезала кусочек, чтобы показать в разрезе. Вы знаете, она влажненькая, не сухая. Конечно, можно было бы еще ее подержать в духовке. Но я вот именно такую консистенцию и люблю. Мне не нужно, чтобы она сильно запекалась. Я уже немножко попробовала. Она такая вкусненькая. В общем, мне понравилось делать с рисовой мукой, когда я делала с перемолотыми овсяными хлопьями. Овсянка все-таки дает такой привкус. А здесь, ну, абсолютно никакого. Она прям нежная, нежная. Прям вот даже не знаю, как вот лучше показать. В общем, чуть ли не как суфле. Так, конечно, я посчитала уже КБЖУ. И посмотрите, что получается. 117,9 килокалорий на 100 грамм. 8 белки, 4,2 жиры и 10 углеводы. Так, вот смотрите. Можно было, конечно, сделать и совсем без муки. Тем более, что рисовая мука, она без глютена. Она не связывает. У нее нет клейковины. Поэтому из нее выпечку как бы, ну, что-то можно делать, типа сырничков, там что-то такое. А так она не будет очень держать форму. Можно было совсем как бы сделать без нее. Но это был бы чистый белок практически, да. А мне важно, чтобы в завтраке были обязательно медленные углеводы. Вот. Ну, это вот такой мой принцип. Сочетание. Вот завтрак у меня обычно очень сбалансированный получается. Что овсяна, блин с творогом. Что яичный рулетик я делаю с творожным кремом. Что еще делаю. У меня несколько излюбленных завтраков есть. И все они вот так вот очень хорошо сбалансированы. Потому что завтрак это вообще очень важный прием пищи. Он дает заряд энергии на весь день. И обычно завтрак у меня дает насыщение. Я так его делаю не меньше 4 часов. Вот. Я как всегда, знаете, потому что девочки потом начинают спрашивать в комментариях, а почему так, а почему так. И поэтому я так подробненько все объясняю. Да. Обязательно буду экспериментировать с разной видой мукой. Потому что можно сочетать рисовую и кукурузную. Думаю, что это тоже будет вкусненько. Вообще, мои хорошие, не бойтесь экспериментировать на кухне. Я вот столько разных экспериментов провожу. Смотрите, у меня закончилась 48-листовая тетрадь. Фокусируйся. Вот. И вот она у меня вся, 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 вся с этими рецептиками. Скачен у меня кулинарный калькулятор. Кастрюлечка такая на бирюзовом фоне. Он мне очень нравится. Там сохраняются все рецепты. Но, знаете, гаджеты это гаджеты в любой момент. Помните, как был сбой электроники. А уже бумага, уже тетрадочка. Уже здесь у меня все-все. Кстати, я уже приготовила, купила уже новую. И буду уже делать новые рецепты в новой тетради. Так. А сейчас буду собирать свой завтрак. Забыла сказать. Весь, общий вес запеканочки 976 грамм. Если вот так вот разделить на 4 равные части, это будет 4 завтрака. Каждый будет калорийностью где-то около 300 грамм. Так что это еще и очень-очень выгодно. И каждый день не надо себе что-то отдельное готовить. Так, мои дорогие. И вот мой завтрак. Значит, запеканочки у меня будет 180 грамм. А это, мои хорошие, ну я не удержалась. Вчера свекровушка угостила пирожками с картошкой. Муж принес от нее гостинцы вечером. Но вечером, естественно, я такое не ем. Но вот с утречка, с утречка как раз можно себе что-то такое позволить. Посчитала я вот этот пирожок. Он вышел на 181 килокалорию. Еще будет кофе. Вот молочко считаю. И весь мой завтрак получается на 411 килокалорий. Кстати, пирожок мы будем есть, скорее всего, на двоих. С серым, пушистым, лохматым маркизом. Потому что вот здесь вот, где много теста. Ну, он такой у нас любитель покусочничать. Когда мы садимся завтракать, он обязательно крутится вокруг. Вот. Так что, всем приятного аппетита, кто кушает. Да, мои дорогие. Пирожок мы съели напополам с котом. Вы не думайте, что он только, вот как говорится, у нас это... Он у нас рыбку кушает и корм мы ему покупаем. Все. Ну, вот любит он крутиться вокруг стола и получать вкусные кусочки. Я же забыла вам сказать про вес. Вес мой такой же, как вчера. 94,3. 300,5. Вот. Потому что вчера все-таки я вам показывала, что помидорчики у меня были. Они довольно-таки солененькие. Они не пересоленные. Ну, такие вот в меру, как говорится. Потом я чай пила. Просто так, без ничего, водичку пила. Вот. Соль, конечно, задерживает воду в организме. Ну, вы знаете, мои дорогие, я противника вот этого бессолевого и всего такого прочего. Потому что в нас не вода в организме. В нас электролиты. И, конечно, да, кто-то отказывается от соли. Уходит лишняя вода. Но это не жир. Понимаете? Это просто сливается водичка. Плюс нарушается вот этот вот водно-солевой баланс в организме, что тоже не есть хорошо. Ну, в общем, рассказываю вам, что я думаю, что я знаю. Вот, мои дорогие, вышла из магазина, из магнита. И снимаю вам опять наш трамвайчик. Этот немножко другой. Два вагона у нас ходят. Они разные. Этот более старый вагончик. Но тоже его, видите, как в прошлом году, по-моему, в Дню Победы его вот так. Вот, бегут, 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 бегут люди. И вагоновожатая всегда подождет. Вот так. Мы живем в южной части. Трамвайчик поехал в северную часть. 8 километров по лесу. Но там уже не совсем лес. Потому что рядышком идет дорога. Тут, когда заносило нас сильно снегом, так несколько дней трамвай не ходил. Потому что занесло путь и так, что невозможно было прочистить. Вот. Все, я пошла домой. Так, мои дорогие, пришла из магазина. Быстренько покажу вам, что купила. Зашла еще потом по пути в красно-белое. Думала, яйца подешевеют. У нас самые дешевые там были по 70 рублей. 70 рублей. Я до Нового года успела в декабре взять несколько десятков по 49 рублей. Ну, по 50 будем говорить. И они как поднялись до 70 и не хотят уже опускаться. А в магните так были 77. Тоже не стала брать. Так, быстренько скажу. Значит, кексик своим стряпаю. Был по акции. За 44 рубля купила. Вафельки тоже своим мальчишкам беру. Стройные заразы. Любят чай попить. Так, два рулетика. Все тоже было по акции. Так, вафли 24. Рулетики 32 рубля. Так, себе взяла творожок 5%. Так, сколько он тоже был. Так, так, так. Так, так. Буду говорить по чеку. Яблоки, новый рожай по 68 рублей. Ананасик. Для рецепта мне нужен. Рыбку буду запекать. Завтра будет. Опять буду запекать горбушу. С тыквой с фруктами. Обалденный рецепт. Завтра выйдет отдельно. Так, соль адыгейская. Так. Так, 35 рублей. Кисель. Тоже своим сварю. Любят такое. 53 рубля. Так, ананасы у нас по 130. Кстати, стояло два ананасика. Выбрала какой более-менее. Вытянул он у меня почти на килограмм. Так. Келечку девчонки посоветовали. Вот. 65 рублей. Так, рулетики сказала. Угу. И в красно-белом. Получается, два йогурта сыночку взяла по 35. И грудинку. Так, она у нас по 140 была. Была по 123 рубля. Знаете, мои хорошие, неплохая грудинка. Я теперь всегда смотрю на калорийность продуктов. Вот она у нас. 240 килокалорий. Вот такие мои сегодня покупочки. Так. Красно-белая. Почти 200 рублей. И магнит 630 рублей. Знаете, мои хорошие, в магните дают вот эту вот обманку. Про бонусы. Купите на столько-то. Будет вам столько-то. 2 процента. Ничего подобного. Ничего это они всегда обманывают. Не ведитесь на это. Потому что всегда новый месяц начинается с полпроцента. Это у них замануха такая. Вот. Так что это. Ерундистика это все. Отвлеклась, не сказала. Творог 350 грамм. 117 рублей по акции. А так он уже по 150. Так, мои дорогие. И вот мой обед. Это макарошки из твердых сортов пшеницы. 120 грамм. Шейки куриные. Чуть-чуть немножко там оставалось. Пара штучек буквально. Даже полторы. Салатик сделала. Но это салатик нам вдвоем. С мужем огурчик, помидорчик, зелень. В общем. И. Так. Майонезика капелька сюда. А. И смотрю, что белка-то у меня маловато. Я сделала такой яичный блинчик из одного яйца. Так. И весь обед у меня на 394 килокалории. Так. Прибавляем завтрак. 805. И вот на ужин у меня будет вкусеняшечка. Я тут уже записала. Вот она у меня уже почти разморозилась. Пообедаю и начну готовить и снимать. Все, мои дорогие. Пока-пока. Люблю вас. Целую. Обнимаю. Здоровья крепкого. И песня. Не говорите мне о нем, еще былое не забыто. Он виноват один во всем, что сердце бедное разбито. Ах, не говорите мне о нем, не говорите мне о нем. Он виноват, что я грустна, что верить людям перестала, что в жизни я совсем одна, что молодой я жить устала. Ах, не говорите мне о нем, не говорите мне о нем. Зачем напомнили о нем? Былые дни уж не вернутся. Все в прошлом, прошлое, все в нем. Вот потому и слезы льются. Ах, не говорите мне о нем, не говорите мне о нем. Он виноват, но если б он задумал бы вернуться снова, Забыла в горе я, как сон, не упрекнув его ни словом. Ах, не говорите мне о нем, не говорите мне о нем. Забыла в горе я, как сон, не говорите мне о нем. Продолжение следует...